Одной из интересных тем водного менеджмента является оценка экологической роли водохранилищ в экосистемах и природных ландшафтах. Специфика использования водохранилищ состоит в том, что они имеют многофункциональное назначение. Водохранилища могут являться и источником питьевого водоснабжения населенных пунктов. Кроме этого, они используются в качестве рекреационной зоны для орошения в сельском хозяйстве, для промышленных целей и хозяйственно-бытового водоснабжения. Поэтому пристальное внимание к водохранилищам для ученых было всегда объяснимым. Большая часть водохранилищ Украины это равнинные водохранилища, которые образовались в руслах рек при строительстве гидроэлектростанций. Наиболее известен каскад водохранилищ на Днепре. Они образовались при строительстве гидроэлектростанций и затопили большие площади сельскохозяйственных угодий в долине реки. На этих водохранилищах проводилось множество экологических исследований и эти водохранилища постоянно привлекают внимание ученых. Кроме Днепровских водохранилищ, известны еще комплексы на Южном Буге, на Северском Донце, Оскале и других реках. В Харьковской области есть три крупных водохранилища. Самое большое водохранилище Харьковской области, Печенежское, сооружено на реке Северский Донец. Кроме этого, есть большое русловое водохранилище Краснооскольское на реке Оскол, левом притоке Северского Донца. И большое водохранилище Краснопавловское, которое образовалось при создании канала Днепр-Северский Донец. Темой нашей лекции является изучение экологического состояния Печенежского водохранилища, поиск путей оптимизации природопользования в бассейне Печенежского водохранилища Печенежское, большое русловое водохранилище на реке Северский Донец в Харьковской области. Его наполнение началось в августе 1956 года, а проектный объем был достигнут уже в 1964 году. Используется водохранилище для промышленного, коммунального, сельскохозяйственного назначения, рыбного хозяйства и рекреации. Особую роль водохранилище играет в питьевом водоснабжении практически 30% населения Харьковской области. В связи с этим оно привлекает к себе внимание экологов не только по качеству воды, но и по оценке влияния прилегающей к нему территории на качество питьевой воды, которая подается абонентам Харьковской области. Для оценки влияния прилегающей к водохранилищу территории на его экологическое состояние, с помощью ГИС-методов выделена граница водосборного бассейна Печенежского водохранилища в Харьковской области и для каждого компонента на материалах атласа Харьковской области составлена соответствующая карта. Для объективной оценки экологического состояния территории водосборного бассейна Печенежского водохранилища в первую очередь были изучены природные условия бассейна. На основе полевых и камеральных исследований составлены карты геологии бассейна, геоморфологических условий, рельефа, климата, почвенного покрова, плотности речной сети и дислокации поверхностных водоемов в бассейне Печенежского водохранилища, изучена растительность и составлена соответствующая карта и на основе собранных материалов составлены карты природно-территориальных и природно-антропогенных комплексов бассейна Печенежского водохранилища. Поскольку водохранилище является рыбохозяйственным водоемом, нами проанализирован анализ истории формирования состава биологических ресурсов водохранилища. Показал, что по особенностям ведения рыбного хозяйства можно условно выделить три периода функционирования водохранилища. Первый в 60-е годы в составе ихтиофауны более 80% это непромышленные и малоценные виды. Промышленная рыбопродукция была основана на вылове леща, судака и щуки и составляла всего 20-25 килограмм с гектар. Вторым периодом можно назвать начало 70-х годов. Водоем относился к лещово-судаковому типу со среднегодовым выловом. Около 130 тонн рыбы. И постепенно вырастают уловы вселенных растительноядных рыб. И начиная с 90-х годов по настоящее время растительноядные рыбы, зарыбление которыми началось где-то в 70-е годы, стали доминировать в стаде рыбопромысловом и значительно упали выловы многих видов, которые привело к снижению общей рыбопродуктивности почти в два раза. Для выяснения проблемной ситуации проведено было исследование химического состава как рыб, так и кормовой базы, которые находятся в водоеме, а именно водорослей, зоопланктона, фитопланктона, донных отложений. И для того, чтобы сделать объективную оценку влияния водосборного бассейна, также отобраны образцы проб почв по территории всего водосборного бассейна, растительности по территории, прилежащей к водохранилищу, и сделан их химический анализ в лаборатории Харьковского университета Каразина. Натурное обследование территории бассейна дало возможность выявить ключевые точки, в которых максимально поступает загрязнение в водоем. В этих точках и в переломных местах рельефа были отобраны пробы почвы, воды, растительности. Анализ этих проб проведен в лаборатории аналитических экологических исследований Каразинского университета. Результаты лабораторных исследований дали возможность составить карты пространственного распределения загрязнения по территории водосборного бассейна. На рисунке представлены карты распространения меди и цинка по территории бассейна. Дальнейший анализ полученных результатов дал возможность рассчитать ландшафтно-экологические индексы в пределах водосборного бассейна, печенежского водохранилища и составить карту пространственного распределения этого индекса. На основе полученных результатов нами разработаны направления оптимизации природопользования в бассейне печенежского водохранилища, что позволяет выделить определенные территории с комплексом мероприятий, которые рекомендуются проводить населению и соответствующим службам, которые занимаются экологией в водосборном бассейне печенежского водохранилища для оптимизации природопользования. На правом рисунке выделены территории, в которых рекомендуется проводить ограничения в природопользовании различной степени. Либо это незначительные ограничения, среднего уровня ограничения, высокие и очень высокие ограничения. Степень ограничений зависит от уровня загрязнения той или иной территории. Таким образом, проведенные исследования дают возможность оптимизировать управление водосборным бассейном и, как следствие, регулировать качество воды в печенежском водохранилище. Алгоритм данного исследования может быть применим на территории водосборных бассейнов любого водохранилища Харьковской области. Нами была опробована методика проведения исследования также на Красноскольском водохранилище. Частично использованы методические приемы при исследовании Краснопавловского водохранилища.